Строличевская средняя школа Хонинского района, початок 9-й годины ранницы. На передней дне Филипп Гроссман уже ознайомился с местовой сельской господаркой и перепросовшей голеной. Зараз у планах социальная сфера. Гэта научальная установа и скрывая адресирование падей, что отбывалися у гэтых местинах после Чарнобырской катастрофы. В 91-м, почат массового оселения, школу закрыли и свою деятельность и наодновила только на проконце 1993-м. Сегодня на ее базе проводятся районные и областные семинары, а наученцы и наставники – активные удельники разностайных конкурсов и споборниц. Разом с Филиппом Гроссманом у поездцы Пагомской области прямая у дел его польский коллега Аркадий Поднясинский, который американец рыхтует грунтовную фотовыставу. Задача гэтага фотографа – выдание фотоальбома, у яким будзе адлюстрована ситуация на потерпелых территориях Украины, Беларуси и Японии. Об сруйозности выдания можно мерковать по таким факте. Части той альбома, связанной с Фукусимой, Японии, ему писал предысторию для этой части бывший премьер-министр Японии. По поводу части, связанной с Чернобылем, то он попросил Горбачева, бывшего президента Советского Союза. Особливая увага – ситуация на отселенных территориях. Зона отчужения трапить сюда можно только по специальному дозволу. Сломочение простое. На территории Полесского державного радиоценно-экологичного заповедника находится коля 30% Цезия, який выпал на территории Беларуси, 70% Стронция и 97% Плутония. Полесский державный радиоценно-экологичный заповедник был утворен в 1988 году. В Беларусском секторе 30-километровая зона отчужения, и он размещен на территории трех районов – Брагинского, Хонецкого и Наравлянского. До аварии тут находилось около 100 населенных пунктов. Об былых населенных пунктах зараз нагадываюсь. Столько давно не жилые дамы. Правда, не жилые, понятие достаточно относное. Будинки, которые покинул человек, сподобались обтушкам и живелам. Это заява, которую так само еще необходимо детально доследовать. Используем, допустим, чердаков домов хищными птицами. В частности, филин, неясыць, бородатая неясыць. Это те виды, которые выводят даже потомство там. Если мы возьмем барсука, эти животные, они селятся под фундаментами, они используют очистные сооружения. Филипп Гросманн говорит, что доброе разумение наступство радиоцинга променивания, а ли от этого творения фото выставы адмогляться не сбирается. Уреста и он побывал уже на территории Украины. И теперь мой намер рассказать о ситуации в Белоруссии. Правдиво и объективно. Он хотел приехать сюда в течение пяти лет. И вот в апреле он встретился с министром иностранных дел Маккеем, нашим министром. И наш министр помог ему приехать в эту страну. И это действительно потрясающе. Ему наша страна очень нравится. Он считает, что она очень красивая. И также хочет узнать историю этой катастрофы. Какие меры мы предпринимаем, чтобы предотвратить последствия катастрофы на Чернобыльской атомной станции. Олег Синчеров, Валерий Капанько, Телерадо, компания «Гомель», Хойницкий район.